Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре, посвященном платформе Stepik. Как всегда, пару слов... Да, я забыл спросить, меня нормально слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Да, прекрасно. Как всегда, пара слов, уже привычных, наверное, для вас, тех, кто ходит часто, по общим вопросам, прежде чем передать слово Наталье. Во-первых, в самом начале чата находятся две важные ссылки. Первая ссылка ведет на наше интерактивное расписание наших вебинаров, где можно как записаться, зарегистрироваться на все вебинары будущего, текущего учебного года, вплоть до июня месяца 2018 года, так и посмотреть записи всех вебинаров, которые уже выложены на YouTube. И, собственно, вторая ссылка – это ссылка на наш канал на YouTube, где будет расположена в том числе и запись этого вебинара. Она тоже ведется. Вебинары, как правило, у нас выкладываются вечером в четверг, раз в неделю. Так что вот сегодня как раз все вебинары за прошедшую неделю будут выложены. Два наших следующих вебинара. Давайте я их прорекламирую. Не совсем следующих, сейчас объясню. Первый вебинар завтрашний – это мой вебинар. Он называется «Попури бесплатных инструментов для разработки учебного видео». Мы рассмотрим несколько инструментов, но около десятка разных инструментов, бесплатных или условно-бесплатных, которые позволят нам создавать и как-то модернизировать, что-то делать с учебными видеоматериалами. И второй вебинар 5-го числа. Это у нас, если не изменяет память, вторник. Да, это вторник. Хотел бы представить вам вебинар Сергея Снегирева «Диалоговые тренажеры Брэнч Трэк». Хочу заметить, что вот этот инструмент Брэнч Трэк, он в этом году впервые вошел в рейтинг 200, мировой рейтинг 200 лучших инструментов для онлайн-обучения. А Сергей Снегирев – это вдохновитель, руководитель и автор этого инструмента. Так что это очередной способ на нашем вебинаре из первых уст узнать о каком-то интересном инструменте. Будет у нас еще один вебинар в понедельник. Это вебинар пропущенный по болезни, вебинар Татьяны Телегиной. Но его я даже, вы знаете, здесь не рискую рекламировать, потому что на него уже записалось такое количество людей, что просто не все попадут. Я думаю, что если кто-то очень хочет, то через наше расписание очень просто он его найдет и зарегистрируется. Ну и последняя моя фраза, как всегда, это о том, что все присутствующие здесь получат по почте электронный, бесплатный электронный именной сертификат. Так, я вижу, какой-то вопросик уже задали мне. А, это Наталья. Хорошо. Я думаю, что это да. На это уже Наталья ответит. Это не мне вопрос. Ну что ж, коллеги, а тогда я передаю слово Наталье. Сам остаюсь, как всегда, в чате. Буду внимательно слушать и отвечать на те вопросы, которые касаются Директ Академии, а не текущего вебинара. Владимир Евгеньевич, сходите по первой ссылке, вот по первой ссылке в чате, там, где Директ Академия.ру, и посмотрите, это вебинар Телегиной, который был в свое время по визуальным средствам, часть 1, которая в свое время была пропущена по ее болезни. Вот она была перенесена на 4 число. Наталья, вам слово. Павел Юрьевич, спасибо. Рада вас всех приветствовать на вебинаре. Напишите, пожалуйста, в чат, слышно ли меня, видно ли меня, видно ли презентацию. И тогда, когда получу от вас ответы, уже начну. Отлично. Если будут какие-то технические сложности, напишите, пожалуйста, про это в чат, для того, чтобы можно было на это прореагировать. У меня уже второй вебинар в рамках Директ Академии, и первый вебинар запомнился такой активной атмосферой, активными вопросами, интересными обсуждениями. Поэтому я надеюсь, что сегодня, несмотря на то, что у нас уже начинается зима, и такое, возможно, в ваших городах уже хмурая атмосфера, но я надеюсь, что сегодня у нас здесь атмосфера будет гораздо уютнее и гораздо живее. Сегодня у меня практический вебинар, называется «Мастер-класс по созданию курса на платформе Static». Я сегодня буду больше говорить о том, что из себя представляет онлайн-курс на платформе Static, как работать с курсами, как создавать курсы, какие инструменты в нем есть, как ими пользоваться. Также поделюсь несколькими практическими советами, которые основаны на нашем опыте создания, на нашем опыте работы с авторами курса. Я в Static директор по работе с курсами, и моя работа непосредственно связана с теми курсами, которые у нас на платформе создаются, размещаются и проходят. Также я работаю с авторами курсов, с преподавателями, учебными заведениями, компаниями, нашими партнерами. Еще важный момент, у нас здесь есть чат. В чате можно, нужно даже отвечать на те вопросы, которые я буду задавать, для того, чтобы у нас было полноценное общение. Также в чат можно писать, если у вас возникли какие-то технические сложности. А в конце вебинара я ставлю время на то, чтобы ответить на все ваши вопросы. Пролистаю чат и также посмотрю те вопросы, которые вы вот в этот момент как раз в конце напишите. И еще, если у вас какие-то вопросы возникают сразу по ходу вебинара, ну, например, вам что-то нужно понять сразу сейчас, для того, чтобы дальше понимать весь вебинар, вы их тоже можете писать в чат. В чате будет все это время работать моя коллега Анна. Анна, можете как раз написать сейчас в чат, что это вы. Она сможет вам на вопросы отвечать. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, вопросы пишите, мы их обязательно все разберем. Вот. Ну, и я тогда, это было такое организационное вступление, я приступаю уже к самому вебинару. И мой первый вопрос, традиционный вопрос о том, знаете ли вы вообще, что такое стейпик. Может быть, вы у нас какие-то курсы проходили, может быть, вы сами какие-то курсы делали. Для меня это важно, чтобы понять, с чего начинать рассказ. Рассказывать ли немного про стейпик, либо сразу рассказывать про создание курса. Приятно, что пока лидирует ответ «да». Теперь пошли ответы «нет». Правильно, что пишете, тогда я немножко вначале расскажу про стейпик, для того, чтобы всем было понятно, о чем идет речь, и вам не казалось, то есть если вы не были на прошлом вебинаре, или ничего не знаете про платформу стейпик, чтобы вам не казалось, что вы здесь одиноки, и мы рассказываем о чем-то, о чем вы не знаете. Тогда я совсем кратко про стейпик. Это российская образовательная платформа, расположена в интернете по адресу stepik.org. Вот в любой момент, и в течение вебинара, и после вебинара, вы можете на сайт зайти и сразу про нас посмотреть. Мы не являемся образовательной организацией, мы сами не разрабатываем онлайн-курсы под заказ. Наш основной результат нашей работы, наш продукт – это образовательная платформа. И мы работаем ради того, чтобы те люди, которые хотят учиться онлайн, осваивать разные темы онлайн, и те преподаватели, которые хотят преподавать онлайн, могли находить друг друга, и между ними было бы удобное онлайн-обучение. Мы одновременно являемся образовательной платформой, где размещены массово открытые онлайн-курсы по самым разным темам, и где учатся более полумиллиона пользователей. И в то же время мы являемся конструктором онлайн-курсов и уроков, которые предназначены для работы преподавателями. Поэтому я сегодня буду больше рассказывать о нас с точки зрения конструктора и о том, насколько мы удобны, полезны преподавателям, о том, как вы можете у нас курсы создавать. Ну, буквально несколько слов о том, что мы из себя представляем, как образовательная платформа, так как, возможно, вы тоже на платформе найдете интересный для вас курс, и сможете чему-то у нас поучиться. У нас платформа для учащихся бесплатная, то есть те массовые открытые онлайн-курсы, которые у нас размещены, их можно бесплатно проходить, получать по итогам их прохождения сертификаты. Вот здесь у меня уже в самом начале спрашивали вопрос про сертификаты. Сертификаты выдаются в массовых открытых онлайн-курсах, одобренных платформой Stepik. Они выдаются, если вы достигли определенного уровня баллов, которые устанавливают преподаватели. То есть каждый преподаватель, каждое высшее учебное заведение, которое у нас курсы создает, после создания курса устанавливают границы, переходя к которым вы получите сертификат. Обычный сертификат, либо сертификат с отличием. Этот сертификат подтверждает, что курс вы успешно завершили. Помимо сайта у нас есть мобильные приложения Stepik. В них тоже можно учиться на разных онлайн-курсах. Помимо того, что там происходит синхронизация, то есть все, что вы проходите в мобильных приложениях на сайте, также отражается. В мобильных приложениях еще есть возможность видео скачать себе и просматривать оффлайн, например, когда вы едете в поезде, летите в самолете, и у вас нет доступа в интернете. Еще у нас сайт перевезен на несколько языков. То есть есть возможность создавать курсы и на других языках, и тогда интерфейс будет подстраиваться. И в отличие от других образовательных платформ, мы за открытость образования, за то, чтобы все курсы, размещаемые у нас, как можно дольше оставались открытыми, либо постоянно перезапускались. И тогда число людей, которые смогут освоить онлайн-курсы, их становилось бы больше и больше. Вот так выглядит платформа Stapik со стороны пользователей. То есть для пользователей это сайт в интернете, еще раз, stapik.org, куда можно зайти, найти интересные онлайн-курсы и проходить их. Пользователей у нас сейчас более полумиллиона, и курсов у нас где-то 200 массовых открытых онлайн-курсов, и также есть большое количество онлайн-курсов, созданных преподавателями для своих собственных образовательных целей. Вот, это было небольшое вступление про Stapik. Я надеюсь, что оно помогло тем людям, которые совсем ничего не знали про Stapik, примерно понять, что мы из себя представляем. И я постепенно перехожу уже к основной цели моего вебинара. И так как вебинар у меня называется «Мастер-класс по созданию онлайн-курса» на платформе Stapik, я предполагаю, что, значит, раз вы пришли на этот вебинар, у вас есть какие-то пожелания по созданию курса, может быть, вы сами что-то пробовали или хотите создавать, поэтому у меня к вам вопрос. Хотите ли вы создать онлайн-курсы? Если да, то расскажите вкратце, с какой целью. Напишите, пожалуйста, об этом в чат, для того, чтобы я знала, какие у вас есть цели создания онлайн-курсов и на них ориентировалась при своем рассказе. Так, ознакомьтесь с возможностями. Хорошо. Я, конечно, сегодня про возможности расскажу, и, может быть, у вас появится какая-то цель. На прошлом вебинаре я рассказывала, зачем вообще люди создают онлайн-курсы в целом и на платформе Stapik. Если бы кого-то не было на прошлом вебинаре, то можно посмотреть в записи, и, возможно, вы какие-то цели для себя тоже новые увидите. Так, пока я понимаю, что здесь преподаватели, которые хотели бы создать курс для помощи своим студентам. Если студенты работают во время учебы, хорошо для преподавания. Что-то есть для библиотекарей? Это очень интересный вопрос. Давайте мы после вебинара о нем подумаем. Ирина Константиновна, напишите, а что конкретно вам бы хотелось для библиотекарей? Татьяна Васильевна, очень интересная у вас тема. Онлайн-курс для рукодельниц. Было бы интересно, если бы такой курс действительно сделали. Ну, хорошо. Я так поняла, что есть все же потребность в создании онлайн-курсов, есть разные цели. Тогда давайте, наверное, уже приступим и поизучаем. Сразу отвечу на несколько вопросов касательно нашей работы с преподавателями и с авторами. Возможность создавать курсы на Степик, она открыта всем желающим. Чаще всего онлайн-курс создает вот эти три категории пользователей, про которых я здесь написала. Это индивидуальные авторы, то есть преподаватели, либо люди, которые какие-то очные проекты в обучении проводят. Это учебные заведения, это могут быть школы, университеты, колледжи, коммерческие, некоммерческие. И это могут быть компании. И вот как раз я вас спрашивала, какие у вас могут быть цели создания онлайн-курса. Вот на этом слайде я привела самые популярные цели, для чего люди создают онлайн-курсы. Чаще всего преподаватели начинают создавать онлайн-курсы для упрощения своей работы. Для того, чтобы автоматизировать проверку домашних заданий, например. Для того, чтобы выдавать мгновенную обратную связь по тестам. Для того, чтобы автоматизировать какие-то контрольные работы. Для того, чтобы часть материала отдавать студентам для изучения онлайн. Например, тем студентам, которые не могут посещать занятия по каким-то причинам. Или наоборот, когда есть студенты, которым уже нужно заниматься дополнительно. Все это можно перенести онлайн. Онлайн-курс для преподавателей может выступать как такой набор своих собственных наработок и образовательных материалов. То есть, если вам нужно место, где сохранить свои конспекты, видео лекции, интересные задания, то можно сделать онлайн-курс, который затем уже вам будет полезен в других целях. Вот. Иногда онлайн-курсы создаются не от имени конкретного человека, преподавателя, а от имени высшего учебного заведения, школы или компании. Здесь примерные цели я тоже представила. Поэтому, если вы сейчас выступаете не только как преподаватель, но еще как представитель, например, университета, то тоже посмотрите. Может быть, вам будет интересно онлайн-обучение создавать, использовать онлайн-обучение для, предположим, программ повышения квалификации, либо программ переподготовки. Я уже говорила о том, что создавать курсы на платформе Stepik имеет возможность все пользователи платформы. Именно поэтому мы говорим, что мы не просто платформа, мы конструктор онлайн-курсов. Сейчас образовательных платформ с массовыми открытыми онлайн-курсами достаточно много, и часто в платформах есть определенные барьеры для того, чтобы начать с ними работать. Например, на некоторых платформах есть возможность работать только если вы представитель высшего учебного заведения, либо есть какой-то платный доступ. У нас есть возможность давать свои возможности платформы всем преподавателям. Мы не заключаем никаких соглашений специальных с авторами. Если это необходимо ВУЗам, часто ВУЗам требуется соглашение о взаимном сотрудничестве, тогда мы их заключаем. И понимая, что сразу, наверное, будет у вас вопрос о том, а на каких условиях мы работаем с авторами, что нужно платить и нужно ли вообще платить, вот для этого у меня вот этот слайд. На платформе Stepik все материалы, которые можно создавать, их для удобства можно на две категории разделить. Это открытый материал и закрытый материал. Открытый материал – это открытые курсы. Если вы делаете у нас открытый курс, это означает, что все, что вы размещаете на платформе Stepik, будет доступно всем желающим пользователям. То есть вы создали курс, возможно, вы сделали его для своих студентов, но если курс открыт, то другие желающие могут тоже, по ключевым словам, его найти и начать у вас на курсе учиться. Также открытость материала означает, что материалы размещаются по лицензии Creative Commons. Эта лицензия означает, что авторство, безусловно, всех материалов, что вы у нас создаете, остается за вами, но при этом другие преподаватели тоже могут вашими материалами воспользоваться в своих образовательных целях, естественно, с указанием вашего авторства. Все открытые курсы у нас перечисляются в нашем общем каталоге. Там они сортируются по пользовательской оценке. То есть мы не проводим дополнительную ручную модерацию курсов, мы проводим только первоначально, первоначально только просматриваем курсы. А мы курсы оцениваем по тому, как в них работают пользователи, то есть насколько они активны, насколько курсы популярны. И также у нас в каждом курсе есть возможность писать отзывы. И эти отзывы мы тоже учитываем при сортировке нашего каталога. Если же вам недостаточно таких условий... И вот эти условия, открытые курсы, можно создавать абсолютно бесплатно. То есть мы работаем с авторами бесплатно. Если же вам не подходят такие условия, если вам нужно, чтобы ваш материал не видели люди в открытом доступе, если вам нужно, чтобы ваш материал видели только ваши пользователи, ну, предположим, вы с кем-то сотрудничаете на платных каких-то условиях, и поэтому вам важно, чтобы материал видели только те, кто вам заплатил, либо только те, кому этот материал предназначен, то можно делать закрытые курсы. Их нет в каталоге, их никто не найдет, пока вы сами не предоставите специальную приглашающую ссылку на ваши курсы. И лицензий Creative Commons на них не распространяется. Вот такие услуги у нас платные. И для создания закрытых курсов необходимо оформить подписку. Вот. Анна информацию о закрытых курсах вам сейчас пришлет, для того, чтобы вы сразу посмотрели, какие у нас есть условия платного сотрудничества. Вот. Теперь давайте определимся с терминами. Я все время говорю о том, что у нас делаются онлайн-курсы, есть массовый открытый онлайн-курс, и все время говорю про онлайн-курсы. Конечно, определений, что такое онлайн-курс, много самых разных. Я здесь привела то, что мы понимаем под онлайн-курсами. То есть в категориях, в терминах платформы Степик онлайн-курс – это такой набор образовательных материалов, который состоит из теории, которые могут быть представлены в виде конспектов, видеолекций, статей каких-то. И обязательные практики. То есть онлайн-курс – это не вебинары, не видеолекции. И он от них отличается именно тем, что в нем есть практика, в нем есть возможность всем пользователям, кто получил теоретические знания, их применить на практике. А именно проходить какие-то тесты, проверочные задания, решать сложные задачи. В общем, именно так мы онлайн-курс и понимаем. Вообще платформа Степик как раз ориентирована на создание практических задач. У нас много разных образцов заданий. Мы их умеем проверять автоматически. И вот именно этим платформа известна тем, что у нас разные типы заданий. Есть много сложных заданий. И для того, чтобы автоматизировать проверку заданий, платформа Степик хорошо подходит. Для того, чтобы понимать, что такое онлайн-курс на платформе Степик, достаточно разбираться вот в этих четырех терминах. Это курс, модуль, урок и шаг. То есть каждый курс у нас состоит из модулей. Модули состоят из уроков. Уроки состоят из шагов. И теперь чуть подробнее про каждый из них. Ну, возможно, вы уже заметили, что само название платформы Степик образовано от английского слова Step, что означает шаг. То есть у нас минимальная единица курса – это шаг. Шагом может быть видео, может быть теория. То есть теоретический шаг, куда можно добавить картинки, таблицы, тексты, ссылки разные. И это могут быть задания. Вот такие шаги, они складываются в уроке. То есть урок – это уже какая-то небольшая тема в рамках вашего курса. И вот здесь на следующем слайде я представляю вам скриншот того, как выглядит стандартный урок на Степике. Вот это урок. Он называется «Общая информация о курсе». Автор этого урока – Анатолий Карпов, что здесь указано. И здесь же сказано, что этот урок входит в курс под названием «Основа статистики». Вот здесь у вас сейчас на экране текстовый шаг. И вот здесь видны такие квадратики – это количество шагов в этом уроке. То есть, как я сказала, у нас минимальная единица курса – это шаг. Вот как раз эти квадратики – это шаги. Здесь можно увидеть, что вот этот урок состоит из девяти шагов. В них есть одна видео-лекция, два задания и остальные текстовые материалы. Вот так у нас выглядит стандартный урок на Степике. То есть, урок состоит из шагов. Идем дальше. Все уроки, они объединяются в модуле. То есть, модуль – это уже какая-то такая обобщенная тема. Из набора уроков она состоит. Традиционно, для того, чтобы удобнее запомнить, мы предлагаем поднимать под модулем одну неделю. То есть, онлайн-курс – это курс, который можно пройти за какое-то количество недель. Нас часто спрашивают, какой длительностью должен быть онлайн-курс. И это такой сложный вопрос, потому что все это зависит сильно от тематики курса, от того, чему курс посвящен. Но по опыту создания онлайн-курсов у нас на платформе, я могу сказать, что самыми популярными курсами являются курсы, которые занимают у людей примерно от трех до пяти недель. То есть, в них входит где-то 3-5 модулей. И в этой же категории можно сказать, что модуль – это одна неделя. То есть, представьте, что у вас онлайн-курс, предположим, занимает один месяц. То есть, четыре недели. Значит, это будет онлайн-курс, в котором будет четыре модуля. И традиционно модуль желательно изучать в течение трех-пяти часов в неделю. Вот так у нас выглядит модуль на степике. Вот я вам в самом начале показывала курс по основам статистики. Вот это по-прежнему тот же самый курс. И вот здесь есть модуль, называется «Введение». И в этом модуле вот здесь определенное количество уроков. И идем дальше. Модули у нас соединяются в курсы. И вот здесь как раз то, о чем я говорила, что курс – это набор модулей. И оптимально, если курс можно пройти за 3-5 недель. И возвращаюсь к той же самой схеме, которую я уже показывала. Курс, модуль, урок и шаг. Вот эту схему достаточно заполнить для того, чтобы ориентироваться на степике и понимать, что из себя представляет вообще онлайн-курс. Вот. Сейчас я вам все показываю скриншотами и достаточно теоретической информацией для того, чтобы вы потрогали саму платформу степик и смогли осознать, что же из себя представляет курс. Я вам сейчас в чат пришлю ссылку на один из наших открытых курсов. Вот. Специально выбрала курс, для которого не нужно на платформе регистрироваться. Если вы сейчас по нему перейдете, перейдете вот по этой ссылке, то вы уже попадете в курс, в котором общая информация о курсе открыта и сможете понять, что же такое курс. Вот. Прошу вас сейчас по ссылке перейти, открыть ее в параллельной вкладке, не закрывая вебинар. И я сейчас о нем немного расскажу. Напишите мне, пожалуйста, в чат, кто следует за мной и кто сейчас эту ссылку уже открыл, чтобы я поняла, что можно рассказывать. Хорошо. Давайте посмотрим. Вот это у нас, вот так выглядит платформа степик. То, как вы сейчас перешли в эту вкладку. И вот у вас пример онлайн-курса. Этот онлайн-курс называется «Безопасность в интернете». У каждого онлайн-курса у нас есть название, есть логотип для того, чтобы курсы в общем каталоге различать. И вот та страница, на которую вы попадаете, это общая информация о курсе. Я сейчас попозже о ней расскажу, а сейчас можно вот примером посмотреть. То есть, когда вы переходите в онлайн-курс, первое, что вы видите, это общая информация по курсу. Что здесь есть? Здесь есть интро-видео. Сейчас можно его не смотреть, можно его после вебинара посмотреть, чтобы как бы видео не заглушить мою голову в то, что я рассказываю. Здесь указан автор этого курса, это Академия Яндекса. Здесь дано краткое описание курса, более полное описание курса. Также указана продолжительность по времени, язык, на котором этот курс размещен, выдается ли в нем сертификат, указаны требования, целевая аудитория курса, преподаватели. Вот это из себя представляет онлайн-курс. Дальше вам доступна вкладка «Отзывы». Здесь можно будет... Здесь отзывов, конечно, очень много, потому что это один из самых популярных курсов среди школьников. Это курс по безопасности в интернете, его активно рекомендуют школьникам для того, чтобы они ориентировались в интернете. Но также и взрослому поколению его рекомендуют, и учителя в школе его проводят. Если вдруг ваша деятельность как-то связана с компьютерной безопасностью среди школьников, особенно в вашей категории, вот этим курсом можно воспользоваться. И давайте перейдем в вкладку «Содержание» для того, чтобы посмотреть, о чем я вот сейчас говорю. Вот онлайн-курс сам, большой онлайн-курс называется «Безопасность в интернете». Если вы зайдете во вкладку «Содержание», вы увидите три таких больших блока. «Защита от вредоносных программ», «Безопасность аккаунтов», «Безопасность онлайн-платежи». Вот это модули. То есть получается, что этот курс... Получается, что этот курс, он состоит из трех недель и из трех модулей. И внутри каждого модуля вы можете увидеть уроки. Они вам недоступны, потому что вы, возможно, у нас не зарегистрированы на платформе, но при этом их все равно вот можно, в общем, посмотреть. Я вижу вопрос в чате про отзывы, а вам отзыва о поле для ввода нет, потому что мы никак не можем проверить, прошли вы этот курс или нет. Отзывы у нас могут писать только те люди, которые прошли курс на 80%. Это сделано для того, чтобы получать объективные отзывы относительно курс. Вот. Теперь я вам пришлю следующую ссылку. Прошу по ней тоже перейти. Это уже конкретный урок для того, чтобы вы начали разбираться в пониманиях урок и шаг. Это урок из того же самого курса. Я его специально сделала открытым. И он сейчас вам будет доступен всем, даже кто на платформе не зарегистрирован. Пожалуйста, по второй моей ссылке тоже перейдите. Напишите мне в чат, удалось ли вам ее открыть, видно ли вам этот урок. Давайте в этот урок теперь перейдем и посмотрим, как выглядит один небольшой урок на платформе Stepik. Опять же, здесь вы можете увидеть сразу название урока, как защитить свой компьютер называется, видно автора урока и в каком курсе этот урок размещен. И вот теперь вы уже понимаете, что означают серые квадратики наверху каждого урока. Это означают шаги. То есть в этом уроке четыре шага. Давайте посмотрим. Первый шаг – это видеошаг. Если вы нажмете на play, у вас будет проигрываться видео. Вот, можете его потом посмотреть, не сейчас, чтобы сильно от нас не уйти. Вообще этот курс, он предназначен для школьников, поэтому он такой динамичный, интересный и быстрый. То есть его буквально за пару часов можно пройти. Если вам будет интересно, что из себя представляет Stepik, и захочется вот так вот потрогать и посмотреть, рекомендую этот курс, быстро его за пару часов можно пройти, но заодно понять, как тут на Stepik происходит обучение. Итак, первый шаг у нас – это видео. Если перейдем дальше, второй шаг – это текст. Вот здесь просто выложен текстовый конспект, но сюда еще можно было бы схемы какие-то загрузить, таблицы какие-то сделать, может быть, ссылки прикрепить. И дальше здесь два задания. Вот. И задания простые, как раз на проверку компьютерной безопасности, и я вам даю где-то две минуты для того, чтобы на них ответить. Заодно потренироваться в том, как работает платформа Stepik. Светлана Валентиновна, напишите нам еще потом в чат, какая у вас версия Хрома, потому что вообще в Хроме Stepik работает отлично, и он работает во всех популярных браузерах. Вот. Нужно посмотреть именно версию и операционную систему. Вы тогда нам потом в чат напишите об этом дополнительно, или сейчас мы это сохраним и проверим, все ли хорошо работает. Вот. Вот эти две ссылки я у вас в чате оставлю. Я их специально сегодня показала для того, чтобы вы смогли понять не просто вот на моих скриншотах, что же такое себя представляет онлайн-курс, а смогли понять, как же вот онлайн-курс выглядит. Вот так примерно мы работаем со всеми преподавателями. Вот такие курсы у нас на платформе размещены. Удалось ли вам ответить на задание? Скажите еще, пожалуйста, в чат. Молодцы. По поводу удалить, да, конечно. У того человека, который создал курс и является его основным администратором, есть возможность удалить курс. Но я чуть дальше покажу. Я не советую удалять курсы, потому что, как бы, когда вы делаете курсы, вы свой труд туда вкладываете, вы какой-то материал предоставляете, вы его удаляете, он полностью исчезает. Я сейчас объясню, как сделать так, чтобы делать курс, но при этом, чтобы он был всем недоступен, а доступен только вам. Вот. Молодцы, что ответили. Вот. Сохранить себе эту ссылку – это такой отличный вариант, очень простой курс для того, чтобы вникнуть в платформу Stepik. Вообще всем авторам, кто с нами начинает работать, мы всегда вначале говорим, поставьте себя на место слушателей и попробуйте какой-то курс на Stepik пройти, тогда вам будет больше понятно. Ну и теперь давайте уже к вопросу о том, а как же вообще курс это делать на платформе Stepik. Для того, чтобы сделать курс, я уже говорила, что у нас доступ к возможностям создания курса открыт и бесплатен для всех авторов, но для начала, естественно, нужно зарегистрироваться, потому что если вы на платформе не зарегистрируетесь, то курсы вы создавать не сможете. Итак, для начала нужно зайти на Stepik, здесь у нас представлена наша основная страница, и зарегистрироваться. Сейчас форму регистрации вам покажу. Регистрироваться можно по электронной почте, либо через социальные сети. Рекомендую все же использовать электронную почту, так как электронная почта, она служит таким логином, она позволяет вас связывать с вашими курсами. И вы на эту электронную почту будете полезной информацией от нас присылать. Например, мы каждому автору, кто делает у нас курсы, высылаем статистику о его курсе периодически, пока курс происходит, для того, чтобы автор был в курсе, все, что происходит. Вот, еще почту нужно будет подтвердить, для того, чтобы мы знали, что это действительно вы, а не вас кто-то зарегистрировал случайно по электронной почте. Еще в своем профиле желательно заполнить сразу информацию о себе, потому что вот я вам сейчас показывала курсы, там видно автора. И желательно, чтобы у автора была фотография, и небольшое описание о нем, чтобы пользователи сразу понимали, кто создал курс, как автор выглядит, ну и кто он. После того, как вы зарегистрируетесь на платформе Stepik, вам будет доступна кнопка «Создать», в которой можно выбрать «Создать курс». Вот, и когда вы нажимаете «Создать курс», вы попадаете вот на такую форму, которая у меня сейчас на скриншоте представлена. Для того, чтобы создать новый курс, получается, нужно три шага. Первое – это, во-первых, понять, что вы хотите сделать в данном курсе, во-вторых, зарегистрироваться на платформе Stepik, и в-третьих, заполнить вот эту форму. Что здесь нужно ввести? Название вашего курса, краткое описание. Конечно, его потом можно будет поменять, но лучше сразу указать хотя бы ключевые слова, о чем будет ваш курс. Вот, и дальше вы выделяете три... Можно выбрать один из трех видов доступа. Какой будет ваш курс? Курс будет доступен для всех, то есть он будет открыт, выложен в нашем каталоге. Курс будет доступен только авторам. И вот как раз, возвращаясь к вопросу, который у меня задавали в чат, при создании курса нужно как раз и сначала ставить вот эту галочку, что курс доступен пока только вам. Вот я вчера выступала в Южном федеральном университете, и мне задали вопрос, что нашли у нас в каталоге курс, который еще пока в процессе создания. Вот, видимо, автор ошибся, и зачем ты сделал курс, пока доступен для всех. Хотя на время создания нужно делать курс, как бы доступен только вам. И если вот вам пока не хочется, чтобы ваш курс кто-то проходил, вы пока не готовы к этому, или, например, вы уже провели курс, вам не нравится, как он был проведен, то не нужно курс удалять, потому что вы все же работу провели уже по этому курсу. Просто закрываете курс от всех, делаете его доступным только себе, и дальше с ним уже самостоятельно работать. Ну и третья возможность, это когда курс доступен по приглашениям определенным людям. Вот это как раз то, о чем я говорила, когда рассказывала про платные подписки. То есть если вы хотите, чтобы ваш курс был закрыт ото всех и открыт только тем, кого вы специально в этот курс пригласили, тогда вы получаете у нас подписку и вот эту галочку здесь ставите. После заполнения форма курса вы получаете пустой курс. Вот здесь снова возвращаюсь к курсу, который мы с вами уже видели на моих скриншотах, курс по основам статистики. Вот, то, что вы сейчас видели от безопасности в интернете, вы видели только три вкладки. Информация, отзывы и содержание. Здесь вкладок уже больше, потому что я сейчас показываю, как выглядит курс страны преподавателя. Да, уровень доступности можно менять. Конечно, если вы сделали курс уже доступный для всех, курс уже запустился, уже идет, то, конечно, закрывать его не нужно. Ну вот, а после того, как курс у вас закончился, вы хотите его переработать, то да, можно его закрыть. Вот, возвращаясь к своему скриншоту, вот так выглядит курс, который, конечно, это заполненный курс, у вас он будет для начала пустой. И первая самая вкладка, ту, которую мы с вами смотрели, безопасности в интернете, это общая информация о курсе. Я еще раз вам здесь ее привожу и показываю, что входит в информацию о курсе. Вообще, как бы, главная страница курса информации – это визитная карточка вашего курса. Потому что вот мы сейчас с вами перешли по безопасности в интернете по ссылке. Первое, что мы увидели, это главную страницу о курсе. Когда другие люди будут ваш курс находить, еще до того, как они будут на него записываться, они, естественно, посмотрят, о чем вообще этот курс. Самое важное при заполнении этой страницы – это название, целевая аудитория и требования курса. Очень часто в литературе либо в каких-то пособиях по созданию онлайн-курсов я вижу разную информацию о том, как нужно правильно назвать свой курс. У нас в степике уже сейчас несколько сотен курсов, и мы посмотрели, что, в принципе, название курса не сильно влияет на популярность курса. Но очень большое влияние играет, насколько связаны между собой название вашего курса, содержание вашего курса, а также целевая аудитория и требования. Поэтому, если вы называете курс, базовый курс или основы какие-то, то тогда вам нужно указывать в целевой аудитории, что этот курс предназначен для тех, кто хочет именно эти основы изучить, чтобы к вам не приходили те люди, кто уже продвинутую информацию, никому нужна. Также нужно обязательно указывать требования в своем курсе для того, чтобы люди могли прочитать и понять, подходят ли они для изучения этого курса. Например, если вы делаете курс по рукоделию, вот здесь в чате, была об этом информация. И этот курс не для тех, кто совсем ничего не знаком с этим, а этот курс для тех, кто уже освоил какие-то базовые навыки и хочет дополнительно в этом развиваться. Тогда это в требованиях обязательно нужно указать. Еще на главной странице курса можно интер-видео разместить. Это такое вступительное видео, где вы рассказываете о том, что вообще представляет собой ваш курс и как бы что в нем можно изучить. И здесь авторы, конечно, на главной странице указываются и указывается информация о них. Пока перехожу дальше, отвечу на вопрос, что да, у нас есть справочный центр в платформе Stepik, и там вот все рекомендации, о которых я рассказывала, они изложены. Наши рекомендации, они основаны в основном на нашем опыте, на опыте платформы Stepik. Так как мы постоянно сами учимся, у нас новые курсы создаются, в них какие-то новые техники применяются, мы на основе их постоянно учимся и новые лучшие практики у с вами. Следующий вклад – это отзывы, про которые вы меня уже спрашивали. Отзывы у нас могут оставить пользователи, прошедшие 80% курса. Вообще отзывы люди любят писать, постоянно пишут самые разные отзывы, и я вот обычно свой день начинаю с того, что смотрю, какие курсы на платформе созданы и какие отзывы оставлены пользователями. Если начинать читать отзывы, то можно просто себе в рабочий день уже прекратить, потому что отзывы постоянно пишут много-много. И это правильно, потому что когда вы находите какой-то курс, хотите его начать изучать, вам, естественно, хочется понять, полезен ли вам будет этот курс, как там преподаватель, что он рассказывает, какие впечатления у людей. Поэтому отзывы полезны писать и полезны читать. Следующая вкладка – это содержание. В этом содержании здесь можно отредактировать. Когда вы в своем курсе зайдете в содержание, у вас будет кнопка «Редактировать содержание». Сюда можно добавить модуль, уроки, шаги. То есть для начала при создании курса, конечно, хорошо бы создать его план, а именно добавить модули и уроки. Пусть сначала пустые, а затем уже вы их потихоньку будете образовательным материалом наполнять. То есть вы создаете курс, а в нем добавляете модули и уроки. Также в содержании еще можно указать даты и дедлайны. Даты – это если вы сделаете курс, вы хотите, чтобы на него люди записывались потихоньку, например, в течение месяца, но пока курс был для них недоступен. Тогда вы ставите даты открытия вашего курса и даты открытия каждого модуля. То есть у нас можно не курс весь разом открывать, а можно каждый модуль, например, каждую неделю открывать, каждый день открывать, либо в течение нескольких месяцев. Затем есть вкладка «Комментарии». У нас на степе в каждом курсе нет какого-то одного форума. У нас есть комментарии под каждым шагом. То есть вот то, что я вам показывала, шаги, видео, задания, тексты, под каждым из них есть свои комментарии. Для чего это сделано? Для того, чтобы люди не писали абстрактных комментариев, не имеющих отношения к курсу, а писали конкретные комментарии под конкретными шагами. То есть если им что-то непонятно в видео, комментарии они пишут под видео. Если у них сложности с заданиями, комментарии они пишут тоже в заданиях. Ну и приобретается им так удобно сразу понять, например, если студент написал, что в этом задании ошибка, вам не нужно переспрашивать его, а в каком задании ошибка, а что. Вы можете зайти и сразу посмотреть, к какому заданию он оставил комментарий, а также найти его решение, посмотреть, какие он решения вообще сдавал. И следующая вкладка – это новости. Мы на степик защищаем права наших пользователей, поэтому мы преподавателям не разглашаем имейлы пользователей, но мы даем возможность писать им новости по курсу. То есть когда у вас есть курс, и на него записались люди, они тем самым дают свое согласие на получение новостей по вашему курсу. Естественно, они могут от этих новостей тоже отписаться, если им что-то в этом будет не нравиться. Преподаватели в этих новостях могут отправлять письма учащимся и рассказывать в них о том, что открылся новый модуль, или приветствовать их на курсе, или какие-то сложные задания разбирать. То есть вот новость – это такой способ связи между преподавателем и учащимся. И, кстати, личных данных о преподавателе мы тоже не разглашаем, то есть у нас нет возможности писать личные письма преподавателю. То есть преподаватель может общаться с учащимся через письма, всем и через комментарии. А пользователи могут писать преподавателя только в комментариях. Ну, конечно, если вы сами захотите, вы можете учащимся в свою почту оставить, можете еще соцсетями ими поделиться, но это уже как бы личное дело каждого преподавателя. Мы таких данных не разглашаем для пользователей. Вот, теперь давайте посмотрим. Вот мы с вами видели шаг, как он выглядит на платформе, что можно в шаге создать. Прошу прощения, у меня здесь слегка картинка заползла на заголовок, но вроде здесь все понятно. То есть вот я вам показывала в безопасности в интернете шаг. То есть шаг – это вот такая минимальная единица курса. Что можно добавить в шаг? Во-первых, видео. Видео в шаг можно загрузить напрямую с компьютера. То есть если вы записали видео, сохранили его у себя на компьютере, то вы можете потом воспользовать кнопкой «Загрузить» и загрузить его в курс. Все видео размещаются у нас на степике. Хранятся у нас они на сервере Vimeo. Также в шаг можно добавить текст. У нас есть специальный редактор для добавления текстов, картинок, есть специальный редактор для формул. Если у вас какие-то математические курсы, то формулу очень удобно в степик писать. И, конечно, сюда в шаги можно добавлять задания. Здесь я на следующем слайде привела примеры, какие у нас есть типы заданий на степик. Автоматическая проверка и ручная проверка. Вообще изначально степик возник как такое приложение, которое позволяет проверять сложные задания, которых нельзя проверять автоматически где-то еще. А постепенно затем мы уже дополнили типы заданий и уже открыли возможности курса делать. Что у нас можно делать? У нас можно тесты делать, делать задания с формулами, где люди формулы вводят, делать задания с числами, с текстами, сопоставления, сортировки, таблицы, задания с пропусками. Ну и для сложных задач, так как мы, у нас очень много размещено курсов по программированию, мы известны, как такая IT-платформа. У нас можно делать задания на программирование, задачи на данные, задачи с базами данных SQL, задачи на Linux. У нас даже можно виртуальные машины развертывать и в таких виртуальных терминалах работать. Ну, иногда еще бывает необходимо, иногда бывает необходимость добавлять не автоматическую проверку, а ручную проверку. Для этого, ну, например, какие-то эссе. Еще у нас есть возможность делать кросс-рецензирование, когда учащие сами друг друга проверяют. То есть они загружают эссе, потом между ними случайные порядки эссе распределяются, и люди их проверяют. Ну, и также еще у нас есть возможность, если вы, предположим, хотите давать баллы пользователям не только за задания, а еще, например, за активность в комментариях или еще за что-то, вы можете им вручную дополнительные оценки выставить. Павел Юрьевич, выбрали Vimeo, не YouTube, потому что если пользоваться бесплатными аккаунтами на YouTube, то YouTube еще рекламу вставляет в свои видео. Нам это не очень удобно. То есть нам хочется, чтобы видео были размещены только на степик, и люди из видео шли дальше к заданиям, а не уходили куда-то еще в рекламу. Но мы еще с Vimeo, вернее, с YouTube, у нас можно, наоборот, из YouTube видео какие-то вставлять, если вам что-то нужно оттуда. То есть у нас есть возможность загрузить видео вручную на степик со своего компьютера, а еще есть возможность вставить себе в курс видео из YouTube, не скачивая его и не загружая. То есть вот минуя этот шаг, это будет выглядеть как такой, в вашем шаге, будет такое окошечко дополнительно из YouTube, и в него будет встроено какое-то видео. Если кому-то интересно, я могу потом пример показать. И еще вам, как преподавателю, будет доступна вот целая такая база настроек. Я вам ее здесь сейчас на скриншоте привела. То есть что вы, как преподаватель, можете делать в курсе. То есть, естественно, вы можете содержание курса делать, вы можете добавлять в него все, что вы хотите, уроки, задания, какие-то, тексты, видео. Вы можете настроить его доступ к курсу. То есть у нас есть несколько видов прав доступа. То есть человек, который создал курс, он администратор, создатель курса. Также вы можете к себе целое сообщество преподавателей добавить. То есть можно над курсом работать не одному, а группой преподавателей. И еще у нас можно добавить модераторов. Это люди, которые не будут иметь возможности исправить что-то в вашем курсе, то есть удалить что-то случайно, добавить новые задания. Это люди, которые смогут только модерировать комментарии, отвечать на вопросы, помогать пользователям. Мы вот модераторов приглашаем, когда у нас курс становится популярным, а преподаватель уже не имеет возможности его поддерживать. Например, у нас есть курс программирования на питоне. Если вдруг кто-то интересуется программированием, рекомендую еще этот курс, такой вводный курс. На нем около 70 тысяч человек уже учатся. И, естественно, там ежедневно просто огромное количество комментариев преподаватели уже не могут на все это отвечать. Поэтому мы, ответственных студентов, кто закончил курс на 100%, пригласили, спросили, не хотите ли вы помогать в этом курсе быть модераторами. Вот они сейчас модерируют курс и на вопросы отвечают. Еще у вас будет доступ к статистике по курсу. Сейчас ее чуть позже покажу. В каждый курс можно файлы загрузить. Каждый курс можно клонировать, если вам вдруг копию курса нужно будет создать. Ну и можно удалить курс. И, опять же, повторюсь, что не рекомендую удалять курсы, потому что восстанавливать мы сможем только, если вы сразу нам об этом скажете, что вы случайно вдруг удалили курс. Если время какое-то пройдет, мы уже восстановить не сможем. И немаловажная часть онлайн-курса, особенно степики, потому что мы много данных о пользователях собираем, это статистика по курсу. Так как мы действительно данных о поведении пользователях собираем много, нам хочется этими данными делиться на пользу преподавателям. Поэтому мы с каждым преподавателем делимся общей информацией и статистикой. И сейчас я примеры конкретные покажу. Вот я вам уже показывала, как выглядит урок на степик, но не застряло внимание на двух деталях. Здесь вот они у меня введены квадратиками. Вот это обычный стандартный урок. Я уже думаю, что вы уже привыкли к такому виду, раз мы сегодня много это смотрим. Вот здесь есть задание по статистике. По этому заданию сразу что вы можете посмотреть? Вот посмотрите внизу скриншота. Вот еще здесь не обвела комментарий, не обвела, забыла обвести, но здесь видно палец вверх и палец вниз. Это лайки в уроках. То есть мы даем возможность пользователям реагировать на уроки, нравится они им или нет. Что здесь можно увидеть? Сколько человек решила задачу, сколько процентов правильных решений в задаче. То есть это преподавателям нужно для того, чтобы понять, люди вообще решают задачу или нет, и насколько они могут задачу решить. Также наверху урока, вот здесь у меня обведено, видно, мы считаем сами, сколько времени тратят люди на прохождение вашего урока, то есть сколько они видео смотрят, сколько они тратят в среднем на решение задач. И также мы здесь показываем две цифры, это просмотры урока, сколько людей просмотрело урок, и что людей, кто прошел урок до конца, то есть сколько заданий, то есть те люди, которые все задания решили. Вот это такая первоначальная статистика, которая всем доступна. Также по каждому курсу мы выгружаем статистику по регистрации. Вот здесь на этом слайде, возможно, не очень хорошо видно, но я постаралась разместить здесь, поэтому сейчас расскажу, о чем здесь все речь. На первом графике наверху видно динамика регистрации на курс, то есть как люди на курс записываются. Для чего это нужно? Для того, чтобы понять, вот видите, здесь в некоторых местах какие-то пики такие нестандартные, то есть вам полезно будет знать, в какие моменты люди ваш курс находят и на него записываются. А на нижнем графике показано, как они проходят курс. То есть вот видно, что идет такая неиспадающая тенденция, то есть люди первый модуль проходят много, дальше их все меньше и меньше, но не стоит этого пугаться, потому что обычно на курс люди записывают сразу, а потом уже понимают, что курс им не подходит, либо им сложно, либо слишком просто и уходят с него. И еще у нас есть такая особенность, мы стараемся помогать преподавателям понять, где у них есть ошибки в курсе и что у них может быть не так с заданием. Мы в каждом курсе открываем преподавателю такой дашборд, дашборд преподавателя, где мы автоматически определяем, что может быть в курсе не так. Вот здесь я пример одного из курсов, который я делала специально для этого, покажу вам. То есть что мы здесь показываем? Мы показываем, какой процент успеха и неуспеха, то есть для того, чтобы можно было понять, в каких заданиях люди действительно совсем не могут пройти, значит, что-то в них не так. Мы показываем, где есть жалобы какие-то, где есть какие-то ошибки в условиях, может быть. То есть, в общем, мы стараемся пользователям, теми, кто является у нас преподавателями, активно помогать. Еще дополнительные возможности, помимо того, о чем я рассказала, у нас есть возможность интегрировать Stepik с какими-то другими образовательными платформами и сайтами. Здесь я видела вопрос про Moodle, что в Moodle не все задания поддерживают те, которые есть в Stepik. Поэтому, если, например, вы сделали курс на Stepik, но ваш вуз требует, чтобы ваш курс был размещен только в Moodle, то вы можете сделать так, вы можете курс оставить на Stepik, но интегрировать его в Moodle. И тогда ваши пользователи будут оценки в Moodle получать, но при этом задание решать на Stepik. Вот здесь я уже рассказывала, что можно из YouTube добавить себе в урок видео или фрагменты других сайтов. А еще у нас есть возможность проводить полноценные экзамены на Stepik. То есть это экзамены, в которых вы делаете специальный экзаменационный модуль. Он выступит, например, целый день, но при этом у пользователя есть один час на то, чтобы его пройти. И у каждого пользователя отчет времени начинается тогда, когда он в него зашел. Ну и еще у нас есть возможность ограничения ставить разные по попыткам, по прохождению, по числу баллов, баллы снижать, ставить разные дедлайны. Это вот все необходимо, если у вас какие-то контрольные работы, какие-то тестирования проходятся. И вам вот действительно необходимо как-то людей контролировать. И несколько рекомендаций. Вот меня здесь спрашивали уже в чате, есть ли у вас какие-то рекомендации. Они есть в нашем справочном центре. Мы можем потом ссылки прислать. Я здесь такие наиболее полезные комментарии, рекомендации вам привела. То есть, что мы советуем при проведении курсов? Уже давно заметно не только на Степике, но и на других платформах. И вообще, в принципе, что сейчас в онлайн-обучении люди предпочитают смотреть короткие видео. Вот мы на Степике рекомендуем 5-7 минут для того, чтобы можно было видео посмотреть в промежутке между работой, либо в метро, либо где-то еще. Соответственно, название курса целевой аудитории, я вам про это рассказывала. Мы рекомендуем в курсах обязательно общаться с учащимися для того, чтобы можно было... Ну, в общем, учащиеся приходят в онлайн-курс. Конечно, они понимают, что общение онлайн, а не очное обучение. Но при этом все равно нужно с ними связь поддерживать и общаться для того, чтобы они в вашем курсе оставались. Мы рекомендуем использовать статистику для улучшения вашего курса и создания новых курсов. И разные задания, раз у нас их много. Ну и последний мой совет по поводу создания курсов. По поводу создания курсов обязательно при создании ваших курсов смотрите, какие уже есть курсы по этой тематике, на Степике, либо где-то еще. То есть используйте лучшие практики, которые уже до вас разработаны, но при этом всегда говорю, что не бойтесь экспериментировать. В качестве примера, вот здесь сейчас у меня среди вопросов напоминался курс научное мышление. Мы традиционно говорим, что курс должен состоять где-то от 3 до 5 недель. В таком случае у вас будет больше шансов, что пользователи его пройдут до конца и закончат. В курсе по научному мышлению модулей гораздо больше, я боюсь ошибиться, но их больше 10. То есть в целом для того, чтобы пройти курс, нужно больше месяца потратить. И когда курс создавался, то мы говорили преподавателю, что возможно ваш курс не будут люди, проходите по слишком долго. Преподаватель решил, что все же он не будет пользоваться нашим мнением и сделает такой курс, как это ему кажется правильным. Он сделал длинный курс и вы знаете, можно найти на Степике этот курс, посмотреть отзывы. Курс получился хорошим, люди его проходят и активно в нем учатся. И поэтому, основываясь на таких опытах и примерах, я всегда говорю, что не бойтесь экспериментировать. Обязательно, если у вас есть какие-то идеи, поделитесь ими с нами, либо сами что-то пробуйте и опробируйте. И возможно вы сами лучшую практику создадите. Я вкратце вам, вкратце и где-то побольше, где-то дополнительно рассказала вам о том, как сделать онлайн-курс на Степике. Ну и теперь, для того, чтобы понять, а то я все время говорю, я для того, чтобы получить от вас общение, ответьте на вопрос после того, как вы прослушали все, о чем я говорила, готовы ли вы попробовать создавать онлайн-курс. Мне приятно, что есть плюсы, есть желание создавать. Вот у меня вопрос к Владимиру Евгеньевичу, готовы дать задание о создании курса. А вы какой-то вуз представляете, то есть вы хотели бы преподавателям дать задание по созданию курсом или студентам своим? Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Да, Светлана Владимировна, я согласна, что не обязательно на Степике, так как я работаю в Степике, мастер-класс посвящен Степику, поэтому я как бы про Степика рассказываю. Но многие рекомендации и вообще идеи по онлайн-курсам, они касаются и других платформ, поэтому, естественно, вы можете пользоваться и нашим опытом, и нашими рекомендациями, и на других платформах тоже. Курсы по математике отлично, потому что у нас, как бы я вот уже говорила, здесь где-то упоминались, что кому-то не нравятся эти темы, не нравятся темы, которые у нас есть на Степике. Степик изначально возник для того, чтобы делать курсы по программированию, поэтому у нас очень много курсов по программированию, начального уровня, базового уровня, сложные курсы по программированию. Также математик, очень много академических курсов по математике, информатике, очень много статистики, анализа данных. Ну, конечно, гуманитарные, общественные науки у нас тоже активно представлены, но наша такая стандартная аудитория, это аудитория, которая, в принципе, приходит на степи для того, чтобы в основном математику, информатику, программирование учить, поэтому математику будем очень рады. Да, вопросы я вижу, я сейчас до них доберусь, я постепенно начну отвечать на те вопросы, которые вы задаете. Вот был вопрос про автоматические студии. У нас степик вообще сам возник в Санкт-Петербурге, вот я работаю в Москве, то есть у нас и московский офис есть. И у нас и в Санкт-Петербурге, и в Москве есть автоматические студии. То есть помимо того, что у нас есть конструктор онлайн-курсов и уроков на самом сайте, мы еще понимаем, что у преподавателей не всегда есть возможность видео записывать. Поэтому мы сделали две студии и предоставляем их тем преподавателям, которые у нас делают активно массово открытые онлайн-курсы. Вот. Она пришлет вам в чат, у нас есть курс о курсах, такой курс специальный для преподавателей, там есть подробная информация, как получить доступ в наши студии. Вот. И студии у нас автоматические. То есть для того, чтобы как можно больше преподавателей ими воспользовалось, и для того, чтобы сократить затраты на монтаж, там, так как у нас нет операторов дополнительных, у нас студия автоматическая, в них приходит преподаватель, нажимает пару кнопок и начинает записываться. И мы в студии записываем преподавателя и все, что он открывает у себя на экране, то есть ведем такой скринкаст экрана, то есть записываем презентацию. Вот. Примеры видео, записанных в студии Степик, легко посмотреть, можно открыть как бы самый популярный курс на Степике, вот тот же курс по основам статистики, очень его рекомендую. Если вам интересно статистику узнать, там уже три части курса созданы, основа статистики 1, основа статистики 2 и 3. Курс записан в видео студии Степик, можно посмотреть, как это выглядит. Вот. Про бесплатные условия студии, вот как раз Анна пришлет вам ссылку на наш курс преподавателей, там эти условия размещены. Так. Теперь давайте дальше к вопросам. Если я что-то, я сейчас перейду к вкладке «Вопросы». Если вдруг какие-то вопросы я пропустила, вы, пожалуйста, вот прямо сейчас их еще раз в чат продублируйте, и я тогда на них отвечу. Я пока перейду в вопросы и посмотрю, о чем мы здесь обсуждали. Есть ли возможность экспорта-импорта курсов? Напрямую такой возможности нет. У нас иногда появляются такие инициативные преподаватели-программисты, которые пишут специальные скрипты, такие программы, которые сами как бы курс из других источников к нам куда-то загружают. Вот. Тоже самый курс по научному мышлению. Преподаватель, например, не загружал видео на степик. Он написал вот такую программу, которая автоматически с его компьютера все видео загрузила и все уроки автоматически создала. Вот. Если вы такие же инициативные преподаватели, которые готовы этим пользоваться, напишите нам, мы этим опытом поделимся. Вот. Видео не обязательно в онлайн-курсе. У нас есть отличные онлайн-курсы, очень популярные, в которых несколько тысяч человек учатся и закончили. И в них совсем нет видео. То есть все же онлайн-курс – это не набор видео, это не видео плюс задания, это набор теории плюс практики. Теория может быть представлена не только в формате видео. Конечно, если у вас онлайн-курс, где видео нет, то можно постараться хотя бы вступить на видео, записать, чтобы пользователи один раз вас увидели, поняли, кто курс ведет. А дальше уже можно делать и без видео, с текстовыми конспектами тоже получаются отлично и хорошие курсы. Есть и предельные объемы. Предельные объемы есть только по числу шагов. То есть вот в каждый урок, который я вам показывала, может быть не больше 16 шагов, но для того, чтобы внимание человека сосредотачивалось именно на этом, чтобы он одномоментно видел, сколько шагов есть в уроке, то есть сколько видео он должен просмотреть, сколько текстов, сколько заданий он должен прорешать. По урокам нет предельных объемов, по модулям тоже нет. Есть требования к видео, к качеству видео, к размерам 200 мегабайт видео. Это можно в наших рекомендациях посмотреть. Здесь был вопрос по консультации по телефону. У нас небольшая команда в платформе, и у нас не так много людей, которых работают с авторами и с партнерами, поэтому у нас у всех, кто с партнерами работает, как бы очень много курсов одномоментно, с которыми мы работаем. Нам гораздо удобнее работать в таком формате, если вы сначала нам пишете на почту и рассказываете о том, какая у вас задача. То есть вот, например, я хочу создать курс, у меня есть какие-то проблемы, какие-то вопросы. Сразу вам список вопросов рассказываете. И еще телефон не очень удобен тем, что вы не можете по телефону ссылку нам прислать. Поэтому вот гораздо удобнее будет, если вы нам будете писать на почту и прислать сразу ссылку на ваш курс. Мы его будем видеть и с вами общаться потом. А если какие-то совсем срочные вопросы будут возникать, то тогда уже созвонимся по телефону. Еще у нас вот помимо того, что я работаю с открытыми курсами с партнерами, у нас есть справочный центр, который вот работает постоянно, и там в течение пары часов вам сразу же ответят на любые ваши срочные вопросы. По поводу финансовой заинтересованности. Люди делают курсы по самым как бы разным причинам. Иногда курсы делаются от имени вузов или от имени компаний, тогда как бы вузы и компания сами платят преподавателям для создания этих курсов. Некоторые вузы, компании и преподаватели делают платные курсы, либо выдают сертификаты, например, удостоверение гособразца, повышение квалификации, повышение квалификации и, соответственно, получают за него деньги. Если курс закрытый, то да, преподаватель платит нам подписку за то, что он пользуется нашими возможностями, а его курс не открыт как бы всем желающим пользователям. Мы сами с преподавателем никаких финансовых отношений не имеем, то есть если преподаватель делает открытые курсы, соответственно, он их делает бесплатно. Ну и мы, естественно, преподавателям не платим, потому что мы как бы в сайт, на котором люди делают курсы, мы предоставляем возможность эти курсы делать. Давайте я вернусь еще к общему чату и посмотрю, какие вопросы у нас остались. Пока вот я буду еще отвечать на вопросы, я вам оставлю вот этот слайд для того, чтобы вы могли сразу посмотреть, может быть, куда-то записать наш сайт проекта, справочный центр, курс о курсах, в нашу соцсеть и добавляйте мы там разные интересные новости, постоянно рассказываем. И пока я пройдусь еще по вопросам. Нет, совместимости со скормом у нас нет. Так, и вроде бы я на все вопросы ответила. Так, еще я оставлю вам вот этот слайд. У меня в рамках Директ Академии будет еще один вебинар, где я буду рассказывать про то, как можно дополнительное профессиональное образование делать онлайн. Он будет 13 декабря, тоже в 12.00. И совсем мой последний слайд. С благодарностью вам за то, что вы сегодня пришли, послушали и очень много вопросов задавали. Здесь мои контакты, со мной можно по электронной почте связаться. Павел Юрьевич, спасибо большое. Как раз хотела попросить, чтобы вы ссылку представили. Коллеги, большое вам спасибо. Мне приятно, что вы сегодня пришли, послушали меня. И были такие практические вопросы, действительно, которые, я думаю, вам помогли разобраться в степике. И спасибо вообще всем, кто вопросы задает. Я думаю, всем, кто не задает, тоже полезно ответ на них получить. Смотрите, по поводу сертификатов. У нас на степике есть возможность делать курсы всем желающим. Поэтому возможность выдавать сертификаты, она доступна не всем. То есть, представьте, вы сделали онлайн-курс, например, и хотите всем подряд выдавать в нем сертификаты, и тема онлайн-курса какая-то спорная, или, например, это вообще даже не выглядит как онлайн-курс. Естественно, мы не можем позволить, чтобы наши пользователи в таких курсах сертификаты получали. Поэтому сертификаты, как возможность выдачи сертификатов, мы обсуждаем с каждым автором дополнительно. То есть, если вы создали онлайн-курс, если ваш сертификат, если вы создали онлайн-курс, если ваш сертификат бесплатный и доступен всем, если он уже стал популярным, то сейчас пользователи его уже прошли, написали отзывы, мы видим, что они в нем работают, то напишите нам, и мы рассмотрим возможность включения в вашем курсе выдачи сертификатов. Ну, у вас еще есть последние, я думаю, пару минут на то, чтобы вопросы задать, но, в принципе, мы никуда не пропадаем. Анна здесь писала наши почты, также справочный центр, куда можно всегда написать, и вам там будут отвечать. И большая просьба, когда будете нам написать какие-то конкретные вопросы, технические, например, предположим, вы начали делать онлайн-курсы уже, у вас какие-то технические вопросы, возникает, вы нам сразу ссылку на курс присылаете, ссылки на те шаги, где у вас какие-то проблемы возникли. Тогда мы не будем тратить время на то, чтобы выяснять у вас, а в чем проблема, тогда мы сразу разберемся, и вам более подробно на это ответим. Ну, я вижу, что вопросов нет, тогда передаю слово Павлу Юрьевичу для завершения вебинара. Всем еще раз большое спасибо, было приятно сегодня. Наталья, огромное спасибо. С удовольствием прослушал этот курс, самому интересно. Может быть, и сам что-нибудь попробую. Вот, я... Замечательный формат наши коллеги из Тепика организовали у нас на вебинаре, это когда два человека, один отвечает в чате, другой ведет вебинар. Получается очень динамично и здорово. Я надеюсь, вам тоже понравилось, потому что спикер не всегда успевает отвечать на все вопросы так же подробно. Ну что ж, я благодарю всех, кто пришел. Сегодня у нас опять было больше сотни человек, это здорово. Приходите обязательно на следующий вебинар Натальи, который состоится 13 декабря. Ссылку выше я привел, вы увидите красным шрифтом, эта ссылка приведена. Ну, чтобы послушать завершающий вебинар, третий вебинар от Степика. Вообще, мы на Директ Академии много внимания уделяем различным платформам, системам дистанционного обучения и так далее. И вот то, что Степик к нам пришел, это здорово. И это один из наших укладов в подробное освещение темы по платформам онлайн-обучения. Что ж, коллеги, всем спасибо. Я жду вас на наших следующих вебинарах. А завтра я жду вас на своем вебинаре, который будет посвящен бесплатным средствам для создания учебного видео. До новых встреч. Спасибо. Продолжение следует...